15 февраля исполняется 115 лет со дня рождения татарского поэта, журналиста, героя Советского Союза, лауреата государственной премии Мусы Джалиля. Ежегодно в этот день соотечественники отдают дань памяти великому поэту, в том числе и в Казанском университете. Смотрим. По традиции сотрудники и учащиеся в вузы возложили цветы к бюсту Мусы Джалиля. Торжественная церемония стала ежегодной с тех пор, как в 2016 году в ректорском садике на аллее славы Казанского университета был создан монумент. Участие принял ректор Ильшат Гафуров. Мусы Джалиля имел тесное отношение к Казанскому университету. Более того, он выпускник педагогического института, в дальнейшем государственного педагогического университета, Татарского гуманитарного университета, который в 2010 году стал составной частью нашего федерального университета. Великому поэту было суждено прожить короткую, но яркую жизнь. В годы Великой Отечественной войны он стал военным корреспондентом, принимал активное участие в военных действиях. В 1942 году попал в плен к немцам, где организовал подпольное движение, занимавшееся побегами пленных и восстаниями, после чего был арестован и казнен в возрасте 38 лет. На родине долгое время его считали изменником, и лишь только почти через 10 лет его честное имя было восстановлено. Не просто складывалась его судьба, и, наверное, вы знаете об этом, долгое время его имя пытались забыть. Многие близкие не хотели вспоминать моменты дружбы с этим человеком. Но судьба человека, она так устроена, что если ты делаешь позитивные шаги на этой земле, то рано или поздно будут исходы. Сегодня имя Мусы Джалиля широко известно не только в России, но и за ее пределами. Вспомнили его знаменитые произведения и на торжественной церемонии, в которой приняли участие и самые юные представители Казанского университета. У меня впечатление некой скорби, и я очень сожалею, что такой поэт ушел из жизни так рано. Но мы не забудем его произведение. Он подарил нам много чудесного. Я чувствую, что эти люди дали нам много. И нужно каждый год посчитать им память. Именно это важно. Главное ведь не то, умер человек или жив. Главное, что его не забыли. Диана Шеленкова, Ленард Волитьяров, Универньюз.